Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Готовность школ и детских садов, квартиры сиротам и переселение из ветхого жилья. Эти темы стали главными на планерке главы Сочи. Терминалы есть, но воспользоваться ими можно далеко не всегда. Внедрение безналичной оплаты мэр обсудил с перевозчиками. Сочинский «Гром» принял поздравления от мэра. Чемпион мира по брейк-дансу Руслан Громов готовится снова защищать честь страны. Смарт-Леопард. В Центре восстановления Леопарда сегодня представили новый проект. 8 тысяч спасателей обеспечат безопасность кубанских школ в День знаний. В Краснодарском крае готовятся к новому учебному сезону. Все недочеты должны быть полностью устранены к 19 августа. Такое поручение дал губернатор на заседании региональной антитеррористической комиссии. Первый звонок уже скоро прозвенит для 672 тысяч ребят. В кубанских школах последние приготовления к новому учебному году. Это не только распаковка и подключение современного оборудования, но и проверка на безопасность. Как и кто охраняет школы? Хватает ли камер видеонаблюдения? Соблюдены ли пожарные требования? Сегодня об этом говорили на заседании Краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Совещание провел губернатор в зале, руководители управления ФСБ, полиции, МЧС и прокуратуры. Вот эти камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, нужны не для красоты. Не для красоты, для того, чтобы они работали. В первую очередь на безопасность учеников и детей. Что сегодня коллеги из МЧС и Росгвардии отмечают? Плохое освещение школ, захлопленность пожарных выходов и недостаточное наличие камер видеонаблюдения. Ну, коллеги, если вот дополнительная освещенность – это деньги, дополнительные камеры видеонаблюдения – это тоже дополнительные деньги. Ну, вот захлопленность пожарных выходов, ну, тут никаких денег не нужно. Это просто халатность, безразличие. И руководители школ, и те, кто у вас, коллеги, главы муниципальных образований, за это отвечают. В Краснодарском крае свыше 1200 школ. Большинство из них успешно прошли проверки. Но есть места, где на безопасность смотрят сквозь пальцы. В Чербиновском районе, например, в девяти школах во время каникул охранники дежурили только по ночам. Днем свободный доступ. Еще одно из распространенных нарушений – заваленные вещами эвакуационные проходы. Ощущение, что специально, значит, летом все эти пути эвакуации заложены. Туда снесли весь хлам, все, что только можно. Неужели директора-то школы не видят и не понимают, что они же за это отвечают? Уехали на каникулы, бросили и все осталось. Вообще вот непонятно. Поэтому, наверное, требовать нужно было с руководства школ. Здесь чисто их вина – директора, преподавательский состав и те, кто там проводит разные эти мероприятия ремонтные. Белореченскому прокурору Щербиновскому до 20 августа мне представить докладные записки о том, что сделали, провели мероприятие по исправлению ситуации. На подготовку к учебному сезону в регионе выделено более 1 миллиарда рублей. Это деньги, в том числе на создание безопасных условий в школах и капитальный ремонт изданий. Но, несмотря на наличие финансирования, есть случаи, когда на местах не могут даже заделать дырки в заборах. У нас сегодня есть такие муниципальные образования, которые даже не начали эти работы. Не начали, не начали кровли ремонтировать. Ничего не начали. И сегодня мы столкнулись с проблемой, и это обсуждалось со своими коллегами, заместителями глав на прошлой неделе, что у нас некоторые школы пойдут, дети в другие школы, потому что мы к первому сентября не успеваем. Это абсурд и парадокс, что мы даем деньги, а их не могут люди взять. Абсурд и парадокс в том, что эти замглавы, которые курят эти вопросы, и до глав тоже мы доберемся, до сих пор продолжают работать. В этом абсурд и парадокс. Сколько районов примерно таких? Сегодня три таких района, которые пять горящие. Вот еще раз. То есть, те, кто их вернул, продолжают работать. В этом парадоксе. Смысл тогда выделять еще. Я думал, что денег не хватило, то нужно еще добавить. А мы, кажется, существующие возвращаем. Это же абсурд. Полный абсурд. Они ждут улучшений. Дети, ученики, родители, а другим все равно. Какие же они замглавы, которые курируют образование, если доводят ситуацию до такого сегодня критического уже уровня? Ну как, если деньги вам выделили, а даже никто не приступил к попытке их освоить? Принцип один. Не могут осваивать, не должны работать. Все те, кто не может освоить деньги. Для людей, в первую очередь, для жизни в муниципальных образованиях. Все нарушения должны быть устранены до 19 августа. Перед днем знаний проведут еще одно контрольное совещание, на котором главы районов доложат о проделанной работе. Никаких отговорок в вопросе безопасности детей быть не может, заострил внимание губернатор. Уже сейчас почти каждую школу в регионе охраняют не вахтеры, пенсионеры, а специально подготовленные казаки. Кроме этого, в текущем году краевым школам передадут 121 автобус, чтобы доставлять детей из дома. Всего на маршруте работают 1200 машин. Все перевозчики лицензированы. Это тоже безопасность учеников, только на пути в образовательное учреждение. Мы самый крупный регион в Российской Федерации, который перевозит 60 тысяч детей ежедневно школьными автобусами. Здесь мы проблем сегодня не видим. Перевозки это, конечно, хорошо, заметил губернатор, но лучше, если бы школы находились для детей в шаговой доступности. Коллеги, это не показатель в количестве автобусов, а самый главный показатель в наличии школ. Рядом там, где дети живут. Вот это самый главный показатель. Но я думаю, что эту проблему, безусловно, если мы каждый год будем решать хотя бы в тех же объемах, в которых мы решаем. Уже четвертый год, то мы, конечно, ее решим. То есть 10 школ каждый год, а защищенные статьи. Каждый год 10 школ. Безопасность – это не только количество видеокамер в школах и круглосуточная охрана, но и ежедневная работа с трудными подростками. В повестке совещания вопрос специально поставили для отдельного обсуждения. Несмотря на то, что с начала года подростковая преступность в регионе снизилась на 11%, совершать нарушения чаще стали школьники и студенты, состоящие на учете по делам несовершеннолетних. Я попросил бы, чтобы все по линии управления образования, директора школ, они имели контакт, я не знаю, но, видимо, они такой есть, с участковыми, чтобы был телефон, было взаимодействие. Конечно, важно здесь общественность привлечь, как это всегда делалось. Бороться с подростковым экстремизмом, что называется топорной пропагандой, не всегда эффективно. Поэтому молодежь активно привлекают в спортивные секции, творческие кружки и поисковые отряды. В школах уже проводят уроки самбо. Вениамин Кондратьев предложил подумать и над принципиально новой системой наставничества для трудных подростков. Поручение здесь конкретно Министерства образования, Воробьев и Ленина, продумать алгоритм закрепления принципу наставничества и создания специальных отрядов. Как они будут называться? Отряды патриотов или там как угодно. Военно-патриотические отряды. Куда максимально попытаться их сконцентрировать? Вместе со своими наставниками. Трудные подростки, когда глаза в глаза. С ними надо работать. Я уверен, мы и с полицией договоримся, мы и с военными договоримся, и с казаками договоримся, и с иными. Если там укажите только, как вы видите правильно, педагогически правильно, за кем их закрепить, с кем их сконтактировать, и чтобы они на самом деле по-настоящему верили этому человеку. И психологически они еще должны его принять. Общаться с молодежью необходимо на их языке, отметил губернатор. К работе в школах станут привлекать психологов, разбирающихся именно в современных тенденциях. Особое внимание и на интернет. Порядка 250 специалистов уже сейчас мониторят социальные сети и сайты на наличие пропаганды экстремизма и наркомании. Подготовка к новому учебному году сегодня стала главной и на общегородской планерке. Какие еще вопросы под особым контролем главы города, расскажет наш корреспондент. Пока школьники отдыхали, в образовательных учреждениях кипела работа. В одних школах шел ремонт, в других – стройка новых корпусов. Строителям осталось нанести последние штрихи, докрасить заборы и фасады. Делается это под руководством департамента дизайна. Такое поручение специалистам дал глава города. И, конечно, глав районов тут надо подключиться. Значит, подключиться нужно к чему? Что осталось совсем немножко. И там, где у нас есть проблемные вопросы, имеется в виду в школах, их надо завершить до 18-го числа. Кроме школ, у нас есть детские дошкольные учреждения. И, Ольга Николаевна, вместе с главами районов, вот в последующую неделю, уделите внимание детским дошкольным учреждениям. Точно так же проверить и, прежде всего, меры безопасности. А это, опять же, видеокамеры, контуры закрыты должны быть. Кнопки, значит, в обязательном порядке тревожные. 19 августа Пахомов лично проинспектирует готовность школ и детских садов. А к 25 августа, подчеркивает мэр, вблизи этих объектов должна быть обновлена вся дорожная разметка. В целом, подготовку к новому учебному году чиновники вместе с правоохранителями обсудят на заседании антитеррористической комиссии в конце месяца. К слову, линейки в сочинских школах в этом году пройдут 2 сентября. Обсудили сегодня на планерке и вопрос обеспечения жильем детей-сирот. На данный момент город обязан им предоставить 37 квартир. Судя по средней рыночной стоимости квадратного метра, одной краевой субсидий для реализации программы недостаточно. Необходимы еще 12 миллионов рублей с бюджета города. Но это решение могут принять только депутаты. Выходить обязательно нужно на городское собрание. Если не получается у нас, то 12 миллионов нужно добавлять и приобретать эти квартиры. Остро жилищный вопрос стоит и у жителей многоквартирного дома по улице Видовой. Пятиэтажка на Моцесте признана аварийной и попала под программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Расселить там необходимо 92 квартиры. Предложенные мэрии варианты сочинцев не устраивают. Сегодня на планерке обсудили новую дорожную карту, судя по которой 24 квартиры жильцам выдадут на Пасечной и 62 на улице 20-й горнострелковой дивизии. Вот за 10 лет, начиная с 2010 года, мы начали переселять людей из ветхого и аварийного фонда. Мы приобрели где-то 1100 квартир. Сколько их заселено? Ну, 1060 заселена, на мой взгляд. Может больше. Поэтому возьмите полностью, проверьте. Все дома, все квартиры, разберитесь, пожалуйста. Выявите эти квартиры, которые не заполнены. Выявите людей, почему они не пошли туда, судятся. Появится у нас какая-то картина. Но самое главное, у нас появится фонд тех квартир, которые не заселены. Уборка улиц. Сегодня этот вопрос особенно актуален для Сочи и не только потому, что на курорте разгар пляжного сезона. С 19 августа в городе стартует большой фестиваль с участием звезд российской эстрады. Задействованы будут две площадки города. Медальная в Олимпийском парке и площадь Южного мола Морпорта. Вход на концерты звезд свободный. Гостей ожидается десятки тысяч. Задача глав районов – сохранить улицы в привычной чистоте. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. В Сочи полицейские составили четыре протокола на руководителей транспортных предприятий после осмотра рейсовых автобусов. Таковы итоги первого дня операции автобус. В целях снижения количества ДТП, а также снижения тяжести их последствий на территории города курорта Сочи с 12 августа 2019 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», в рамках которого сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка технического состояния транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Инспекторы проверяют транспорты на дороге и при выходе на линию. Особое внимание уделено соблюдению режима труда и отдыха водителями. В первый день операции было осмотрено 57 автобусов, как рейсовых, так и экскурсионных. Выявлено 16 нарушений водителями правил дорожного движения. На должностных лиц, отвечающих за выпуск транспорта на линию, составлено 4 административных материала. Операция продлится до 16 августа. Терминалы есть, но воспользоваться ими можно не всегда. Система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте должна была заработать в Сочи 1 мая. Однако до сих пор не во всех автобусах можно воспользоваться карточкой. Почему так происходит на встрече с руководителями автотранспортных предприятий, выяснял глава города Анатолий Пахомов. Процесс перехода на безналичную оплату в Сочи идет медленно. Большинство пассажиров готовы рассчитываться за проезд картой. Осталось дождаться, когда к нововведению ответственно начнут относиться сами перевозчики. Оплата через терминалы – это прозрачный доход, что, видимо, не устраивает некоторых перевозчиков и выгоднее работать с наличными. Они просто-напросто решили протянуть это время. Но еще раз подтверждает, что, конечно, идет кража денег. И, естественно, эти перевозчики не платят налоги в должном количестве. Поэтому мы сегодня буквально каждого спросили, дали время, чтобы они опомнились, взялись за ум. И, по большому счету, терминалы установили, как положено, и привели к должному уровню работу своих автобусов. Глава города больше не намерен давать время на раскачку. Оборудовать все автобусы валидаторами перевозчики должны были до начала курортного сезона. Со 2 по 4 августа была проведена административная проверка всех маршрутов. Сотрудниками мэрии обследовано 196 автобусов. Однако, коллеги, я хотела обратить внимание, что терминалы где-то у водителей, это наши работники, которые мониторили информацию, терминалы где-то у водителей внизу спрятаны. И если спрашиваешь, то они дают. А если не спрашиваешь, то, в общем, да. Сегодня в большинстве автобусов, в том числе и малой вместимости, терминалы оказались на месте и в рабочем состоянии. Есть на автобусах и наклейки, оплатив одно касание. Пользуются, но не все. Но иногда карты не работают. Сюда идти? Так что, да, у людей нет денег, а они пихают. У меня деньги есть на карте. Терминал показывают, а карта не обслуживается. Редко. То есть не привыкли еще или просто как? Не привыкли. Это нововведение как бы только началось. Сейчас постепенно, постепенно, в день 20-30 билетов идет. У нас нету терминала. А не знаете, почему нет, когда установят? Я не вижу. Ну пока только наличка, расчет. Ну да. У нас нет. А почему? Не устанавливали вам? Люди рассчитываются наличными чаще по привычке. Но если во всех автобусах будут работать платежные терминалы, большинство готовы перейти на безналичную оплату. Я не видела терминалов. По поводу удобства, в принципе, наличкой удобно. Иногда бывает ситуация, что да, нужны наличные деньги. Кто хочет наличкой, кто хочет картой. Я думаю, что вот так вот, да. Потому что мы там местные, а люди приезжие. И им может быть удобнее, чтобы с картой рассчитываться. Надо просто идти навстречу с пассажиром. Картой тоже расплачивается хорошо? Удобно? Ну, не задумываешься о мелочи, о сдаче. Вот в этом плюс. Перевозчики, не установившие терминалы в автобусах, рискуют потерять маршруты. Об этом глава города предупредил руководителей транспортных компаний. Таких казусов, что там что-то у нас с терминалом в автобусе у водителей, ну, не будет соблазна это говорить. Потому что поставлена задача вплоть до моментального увольнения таких водителей просто с линии. И вплоть до того, что если перевозчики, именно предприятия, они будут с этой задачей поставленной головой справляться, то значит эти предприятия будут просто лишаться этих маршрутов, как и положено по закону. А помочь проверить, как идет работа над ошибками, Анатолий Пахомов попросил участников народного контроля. Активные сочинцы часто ездят на автобусах и предоставят самые свежие и достоверные данные. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Пляжи Сочи взяли под особый контроль. Каждый день спасатели, сотрудники госинспекции по маломерным судам и представители мэрии проводят рейды, разъясняют туристам правила безопасного отдыха и ищут предпринимателей, которые оказывают услуги с нарушением закона. Среди самых частых отсутствие документов у судоводителей, которые, кроме этого, еще и нередко заплывают в зоны купания, причаливают к берегу и активно зазывают отдыхающих покататься на гидроциклах, скутерах и других плавательных средствах, что категорически запрещено. Фиксируют нарушения и в море. К примеру, на гидроцикле, к которому прикреплен парашют, должны находиться два человека. Один держит курс, второй следит, чтобы ничего не случилось с клиентом. В этом году наказания ужесточили. Если раньше, заплатив штраф, максимум 500 рублей, водитель мог, как принято говорить, моментально откатать деньги, то сейчас сделать это будет сложнее. Многие штрафы увеличились в 10 раз. Допустим, если вы раньше управляете гидроциклом без прав, ну, не имея в виду, маломерным, любым маломерным судном, это тысяча, от тысячи и выше. Сейчас это от 10 тысяч и далее. То есть в следующий раз вам до 15 тысяч вынесут, если вы не поняли, иначе. Почти половина пляжных территорий Краснодарского края расположены в Сочи. На каждом из них дежурят спасатели и медики. За каждой территорией закрепленный сотрудник администрации. Он контролирует ситуацию в целом. Рейдовые мероприятия будут продолжаться в течение всего летнего курортного сезона. Наши рейдовые мероприятия будут проходиться как и в акватории Черного моря, так же и на побережье. По данным спасателей, в этом году на организованных пляжах не утонул ни один человек. Совместные рейды будут проводить до 1 октября, до официального закрытия купального сезона. Спасатели МЧС вертолетом доставили в Сочи травмированного туриста. Просьба о помощи поступила в отряд накануне с хребта Малый Бамбак. Это в Мостовском районе. На смотровой площадке хребта со скального участка высотой около 30 метров в обрыв упал мужчина. Он получил травмы различной степени тяжести. Нужна была эвакуация в больницу. С базы южного поисково-спасательного отряда вылетел вертолет с пятью спасателями и медиком на борту. Они вместе со спасателями псибайского отряда при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему, оказали ему доврачебную помощь. Из обрыва на борт туриста подняли в носилках. На базе отряда в Сочи мужчину передали уже ждавшим его врачам скорой помощи. По предварительному диагнозу 32-летний турист из Армавира получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом предплечья и ушиб голени. К другим новостям. В главный молодежный лагерь Краснодарского края сегодня приехал губернатор. Впервые в регионе 93 открылась смена Кубанский союз с молодежью. В ней участвуют 400 человек. Все они лидеры молодежных и общественных организаций. Ребята представляют свои социальные и бизнес-проекты, направленные на развитие Краснодарского края. Вениамин Кондратьев не в первый раз посещает лагерь. Глава Кубани в неформальной обстановке пообщался с юношами и девушками. По традиции, встреча с гостем прошла на лобном месте, прямо в лесу. Смена Кубанский союз молодежи заключительная в этом году и продлится до 16 августа. Сочинский гром принял поздравления от мэра. Сегодня Анатолий Пахомов встретился с самым титулованным танцором, многократным чемпионом мира по брейк-дансу в возрастной категории до 15 лет Русланом Громовым. С самого детства Руслан искал себя в спорте. Занимался боксом, волейболом, баскетболом, плаванием и грузинскими танцами. А с 2011 года пришел в брейк-данс и уже через несколько лет стал побеждать на крупных фестивалях и чемпионатах федерального масштаба. Три года назад впервые покорил судей на чемпионате мира и продолжает привозить кубки, медали и дипломы из разных стран, выступая под псевдонимом «Гром». Сейчас в копилке танцора более 70 наград. Очередной титул чемпиона мира возрастной категории до 15 лет Руслан получил на чемпионате в Китае. В ближайшее время будет отстаивать свое звание в Сан-Диего. Ближайшая поездка у меня будет в Соединенные Штаты Америки в город Сан-Диего, в котором я буду принимать участие в один на один своей категории до 15 лет. И буду пробовать себя во взрослой номинации, то есть старше 18-ти. Поддержку в танцевальной карьере Руслану оказывает управление молодежной политики Сочи. Мне хочется только тебя поздравить со всеми твоими успехами, достижениями, которые уже молодой парень, но уже Руслан Игоревич. Молодчина. Спасибо за то, что ты прославляешь Сочи. Это же тоже продвижение курорта. Ну а папе, я думаю, что уважение. Я думаю, что это и есть самое лучшее вложение своих детей. Анатолий Пахомов вручил танцуру почетную грамоту и пожелал Руслану дальнейших успехов на мировых брейк-данс-аренах. В российских колледжах перестанут учить ста-профессиям. Министерство просвещения России в следующем году собирается убрать почти 100 специальностей из перечня среднего профессионального образования, пишет Russia Today. Министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что с 1 сентября исключат специальности, на которые за последние 5 лет почти никто не поступал. Эти профессии устарели, исчезают или изменились так, что нужные навыки можно получить на краткосрочных курсах. Речь идет о таких специальностях, как изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица, сборщик изделий электронной техники. Профессия радиооператора тоже устарела технологически. Вместо нее в перечень введут новую монтажник оборудования мобильной связи. Министр добавила, что в ближайшее время в программе среднего профессионального образования появятся или уже появились новые специальности. Графический дизайн, техобслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем, аддитивные технологии, это технологии с использованием 3D-печати, мехатроника и мобильная робототехника, а также техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. За жизнью редких животных теперь можно наблюдать онлайн. В Сочинском центре реабилитации переднеазиатского леопарда представили новый проект. Новый проект назвали «Смарт-леопард». В Сочинском нацпарке особей переднеазиатского леопарда готовят к жизни в дикой природе. Из-за особого режима увидеть животных практически невозможно. На помощь пришли цифровые технологии. На первом этапе проекта в вольерах установили 46 камер. Вторым этапом стал запуск информационного портала smartleopard.ru, где организована онлайн-трансляция. Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе единственная в России, направленная на восстановление вида, полностью исчезнувшего в дикой природе. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Facebook, Instagram, Одноклассниках, Telegram и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.